...карламента с 2012 года. Вчера я брал участие как международный наблюдатель в контроле за процессом голосования в Грузии на выборах президента Грузии. Вы знаете, я хочу сказать, что в Грузии прошла достаточно большой путь на пути, скажем так, установления демократических процедур. Я четко видел, что здесь сделаны такие шаги, которые дают возможность контролировать в основном процесс волеизъявления людей, процесс в том числе и голосования. Мне понравились некоторые процедуры, которые, можно сказать, необходимо ввести в Украине. Это маркировка пальцев, это бюллетени сами в конвертах, это контроль за ходом голосования со стороны человека, который сидит непосредственно возле избирательной урны. Это все было здорово. Однако, есть очень серьезные проблемы, которые я вчера увидел и которые я считаю неприемлемы в украинском обществе. Я считаю, что вчерашние выборы были абсолютно контролируемы властью. То есть процесс волеизъявления был контролируем. Знаете, вот этот посыл, который был дан власти о том, что будут списаны долги практически 600 тысячам грузинских избирателей, грузинских граждан, он многих подвинул на то, чтобы прийти на выборы. Вместе с тем я видел очень большое количество людей, которые называли себя координаторами, которые имели списки людей, которые должны прийти на выборы и которые жестко контролировали. То, чтобы именно эти люди появились на своих избирательных участках и они проголосовали так, как от них требуются. Я видел очень большое количество людей криминального вида, которые подходили к людям грузинам и не знаю, о чем говорили. Но, скорее всего, это было тоже своеобразное давление на избирателей. Как по мне, это все говорит о том, что такой процесс волеизъявления не был свободен. Это как минимум. Как по мне, это все говорит о том, что такой процесс был абсолютно регулируемой властью. Не знаю, позволяет ли грузинское законодательство иметь такие списки свободно на руках у граждан, которых есть персональные данные практически всех людей, которые приходят на избирательное участие. Но, как по мне, это тоже нарушение прав граждан, в том числе на тайну волеизъявления. Вот это серьезные проблемы, которые ставят под сомнение легитимность такого серьезного, большого и важного выбора граждан Грузии. Вот такая моя позиция. Номерный вопрос. Номерный вопрос. Следующий вопрос. Итак, я пойду в аэропорт, чтобы пройти к Украине. И я пойду сейчас. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Виталий Купри, народный депутат Украины. Буду говорить на русском, чтобы больше поняла. Если у вас есть вопросы в английском, то нет проблем с финансами. Для меня было очень важно, чтобы в Грузии были демократические выборы. Я сам ассоциируюсь с Грузией, у меня есть тут собственность, отдыхают мои родители, дети. Поэтому очень переживал, чтобы все было нормально. Принял решение принять участие в выборах в качестве международного наблюдателя. И провел, я считаю, непростой день вчера в горных районах. Это районы, где живут этнические армяне. Возле Турции и Армении. Приблизительно где-то 40 километров от границы. Для меня было, честно говоря, немножко шокирующим это. Потому что я увидел просто разницу в культурах, которые существуют в этих районах. И я увидел, что на многих избирательных комиссиях, там были мои помощники, моя жена, очень часто пришло обсуждение избирательного процесса, процедур армянским языком. Я не против, не буду в никаком разе против того, чтобы на любом языке общались. Но были много жалоб и от наблюдателей в том числе, что они не могли понимать, что же происходит в конкретной ситуации. Нарушения, я вот сконцентрируюсь только на таких вещах, которые указывают на нарушение. Нарушений небольших было достаточно много. Это как бы бюллетень открытый, когда показывался. И мы делали, как наблюдатели, свои замечания. Вроде бы реакция была. Но одно из самых серьезных, мой коллега уже говорил об этом, я считаю, что на многих участках криминалитет фактически контролировал ход голосования. Для Украины это как бы дико. Если у нас появляются люди, такой вот внешность, если они без каких-то причин собираются вместе, на моем участке это было приблизительно до 30 человек, то однозначно законопослушный гражданин, который хочет проголосовать, он когда заходит, очищает давление определенное. По моим снимкам я снимал и на видео, и фото делал, и у меня эти доказательства есть. Вот эти люди, они вмешивались в ход голосования только за самим избирательным участком. Что они делали? Я так понимаю, что район, в котором они жили, он все друг друга знают, это приблизительно полтора тысячи избирателей на том участке, где я был. Они, когда человек и шел на выборы, кто-то из этой толпы отзывал этого человека, или семью, или там как-то, и начинал ходить с ними в определенные разговоры. Поскольку все шло армянским языком, даже те наблюдатели, с кем я мог обсудить, и вот с грузинской стороны, не понимали, что происходит, но мы догадывались, что это идет обработка избирателей, чтобы они проголосовали за определенного кандидата. Я считаю, что это под нарушение, значит, права на уголе изъявления, что это давление, и, к сожалению, я когда консультировался, хотел вызвать полицию, ну, сказали, у нас так не принято, у нас законодательство это позволяет. Если это так, то я считаю, что нужно вносить необходимые изменения, нужно этот процесс делать по-другому. На остальных участках, где была моя жена, там мне приходилось даже с моими коленами приходить и вмешиваться в процесс, потому что неуважительно вели по отношению к женщине руководители комиссии, после определенных процедур вроде бы удалось достигнуть какой-то спик-процессы сотрудничества. Поэтому я считаю, что вот такая вот возможность в день выборов манипулировать голосами, она произвела определенный результат. Ну, я вам скажу пример. Там, где удалось эти группы убрать, там, где была моя супруга, там результат в 10%, приблизительно там 8% отличался от результата, значит, набора.